Друзья, кого в детстве не волновали слухи о зарытых поблизости дома кладах? Кто не пытался проводить свои собственные первые раскопки? Для многих на этом дело и закончилось, но некоторые люди пронесли эту страсть сквозь годы, и даже повзрослев продолжают заниматься поиском спрятанных в земле сокровий. Их-то и называют кладоискательными. Кладоискательство, согласно официальному определению, является поиском зарытых в землю денег, либо других ценностей, установить собственника которых уже невозможно. Не верьте тем, кто утверждает, что кладоискательство – это незаконное дело. Эти люди еще любят сочинять байки про всяких черных археологов. Кладоискательство было законным всегда, даже в строгое советское время. В мотивации любого правильного поиска можно смело считать изначальную тягу коллекционирования. Найти вещь, неважно где – в земле или в воде, на рынке или интернет-аукционе, провести ее в должное состояние и украсить ей скромную коллекцию – вот главная мотивация. Ну и детскую мечту найти клад никто не отменял. Вы на канале «Мужские интересы», с вами Роман. Сегодня я хочу показать интересные, а некоторые и дорогие находки, найденные в этом сезоне мною или в моем присутствии. Приятного просмотра вам, друзья! Вот оно, друзья, свершилось! Буквально недавно я в ролике, когда копал по Киевской Руси, указывал, ну как указывал, говорил, что это очень хочу найти волкобоя и коника-рысика. Именно вот это. Ну, крестики и конки – это само собой, ну, как бы я их коллекционирую, а вот волкобоя и коника-рысика целого. Потому что куски я находил, очень хочу найти. И вот, походу, я одно из них уже нашел. Не знаю точно, потому что я их видел совсем мало у своих друзей. Вот, я как бы хотел, ну, скажу, что это я думаю, что это волкобой. Может быть, меня поправите. Если это он, то можете поздравлять меня. Ну вот, немного щёточки потёр. Ну, мне кажется, это волкобой, правильно? Вот он за эту, как она там, типа нагайки, как она правильно называется, плеть там, не знаю, провязывалась наконец. И вот щекли волков, если тебе нападали там. Ну, я так думаю, это это. Поправитесь, если я что-то ошибаюсь. Тема для меня – это как бы новая. Ну, начинаю только копать по ней. Всё интересно. Ох, аж руки трясутся. Поинтереснее, чем серебряную монету даже найти. Вот, класс. Ну, вот, друзья, зачёт какая-то. Не скажу, что это, а как называется монета. Ну, может, ВКЛ какой. Речь, поспалите, серебро вот. Так выглядит. Может, Орд какой. Саня говорит, что вроде Орды похожи. Ну, такой неубевеемый. Как бы почистить с охраны, я думаю, нормально ещё будет. Себе в альбомчик положить, как бы нормалёк. Друзья, смотрите, день отходили почти пустые. Пару монет там шмурда. И вот такую вещь под закрытие нашего копа. Вот она, отпечаток ещё. Вот. Вообще, класс, мечта. Чудотворец, наверное. Толстая иконка. Надо почистить, смотри. Вот практически верховая тоже была. Ногой просто скинул. Потому что звонила так 36. Я думаю, это вообще гильза будет. Но выпала монетка. И так-то не знаю, что за она. Так-то я бы сказал бы, наверное, серебро должно быть. А так не знаю. Скорее всего, так оно и есть. Ну, сильно чёрное. Горелое, может. Может просто... Да, вот светится уже. Серебрышка. Сейчас щёточкой почищу, посмотрим. Это 10 копеек будет. Только интересно, царских времён или советских. Ребята, вот так и бывает. Одна находка может сделать весь день на копе. В общем, походил я весь домик этот, прошуршал так. Ну, бегло, думаю, когда-нибудь вернуться, выходить. Здесь ещё, походу, должен быть где-то домик. На карте посмотрел. На одной из секретных, так скажем. Там два квадратика тусклых. Ну, я думаю, это и есть эти дома. Потому что на карте РКК здесь ничего нет. Фух, дух перевести не могу. И, в общем, что. Дошёл я до конца дома. Ну, так, бегло, быстро прошёл. Ну, хотя монеты были, сами видели. Но не выхаживал каждую там сантиметр. И здесь решил, не знаю, вот как будто меня тянуло. Зайти в центр дома и ещё походить медленнее. Здесь самая куча вот этого всего сигналов вот этих всяких ненужных. Из монет кого? С самого верха лежала. Я её так подцепил. Там даже сигнал такой. 36 был. На тёрке это даже, ну, самое маленькое серебро, если так сказать. И то не всегда. А так всякие гильзы прыгают под это. Всякая ерунда, короче. Ну, я ногой хоп, ударил этот комок верхний. Лежу что-то, высыпало с неё. Ну, монетка, вернее, покатилась. Взял в руки чёрное. Ну, думал даже о Совете на позднее. Там две копейки размер примерно. Сейчас начал тереть, чистить щёточкой аккуратно. Смотрю, 21 год, 10 копеек. РСФСР. Это, не могу со словами сказать, денег стоит эта монетка, поверьте. Я в каталоге смотрел, мобильном вот в этом, что ценники там так себе. И то, там 3000 российских рублей она стоит. А так, не знаю, за сколько её можно и как там сохранить. Вроде нормальный. Сейчас вам покажу, ребята. Не стал я её чистить. Смотрите. 21 год, 10 копеек. Это монета, которая стоит денег. Можете открыть каталог или так посмотреть, загуглить. Но у меня по мобильному каталогу 3000 России. Ну, 3000 российскими стоит такая монетка. Класс. Чистить не буду её тереть. Дома уже аккуратно. Класс, класс, класс. О, лайкос. Ребята, вообще огонь. Даже не думал. Вот так вот. Ветер, друзья, не знаю, будет слышно или нет. Отходил почти полдня впустую. Ну, как там, советики какие-то, гнилые эти, медяхи, колышек там, то, сё. Ну, вот чуйка была, что что-то я зацепить сегодня должен. Хоть и уже выбитое место до меня здесь отходили. Хотя были здесь такие монеты две. Витёк нашёл вообще зачётные. И вот сейчас копнул. Я ещё не знаю, фартануло мне или нет. Просто вот вижу, лежит. Вот золотишко вроде, блядь, там. Это обручалочка. Не знаю. Сейчас покажу. Я ещё в руки не брал, ещё в земле. Только вот торчит крышок. И мне кажется, что это золотое кольцо. Блестит жёлтенько. Ну, не знаю. Может, здесь вот схожу вот на этом месте. Всё по войне попадается такое вот. Колышек там, пряжечки, всё такое вот немецкое. Может, немецкое какое-то кольцо. Не знаю. Сейчас посмотрим, друзья. Вообще, класс. Если золото, день удался. Так, друзья. Даже нервно закурил. Будем вскрывать этот комок. Но я уже и так вижу, что колечко. Ну, фартанёт или нет, не фокусируется что-то. Вот, видите, оно залипшее. Я не подлаживал ничего. Вот оно как есть. Вот, даже ломается не на том месте, где кольцо. Ну, давай ещё спробуй. Ну, пожалуйста, дедушка. Но. Ох ты. Что-то мне кажется, что рано я радуюсь. Что-то какой-то отлив у этого кольца ненормальный. Хотя в земле пищик не золото. Может, уже покислилось. Ну, давайте посмотрим. Есть. Я уже глазом видел. Вот клейма. Фу. Хо-хо. Йоперный театр. Низра, незра я топтался. Уже домой хотел, собирался. И погода говно. И находки говно. Ну, вот она. Вот она радость. Первое кольцо золотое. За два года первое. Находил золото, но кольца ни разу. Серошка была там, ещё что-то. Но. Как вам показать, не знаю. Даже. Пробуйте. Сейчас. Сфокусирую. Ещё не знаю, что за пробы даже. Но это уже не важно. Пробы есть вот три. Чё. Фу. Фарт. Фонт. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну вот весы Сейчас весим, посмотрим 3,15 Дно какое твердое Ничего не суется Субтитры подогнал «Симон» Золото Пробую есть Хо-хо-хо Ну и гость программы сегодня Вот такой шикардос Сейчас мы его взвесим И посмотрим Что будет Сколько зависит Вот такая красотуля Вот Вот весы Нули И Видимо неровная поверхность Прыгает что-то Ну 2,30 Больше 2 грамм Я только что взвешивал 2,26 Ой, друзья, бляхо Просто вот Нету слов Сейчас и прыгал Искакал от радости Даже не Понимаете Даже не ожидал Ну какой-то сигнал такой Ну сказал бы что-то Шмурда какого-то Выкопал Гляжу какая-то Как ржавая какая-то Жестянка лежит Ну думаю Нагнусь заберу Сумку кину Нагибаюсь А там такое Ну бляхо Я даже не рассчитывал Что найдем Я как-то вот Ну Увидел фотку Такой вещи И Чуть ли вот Даже не купил Ну там была маленькая Вот такая она А здесь вот Здоровая Это все Я даже еще в руки Вот не взял Ну взял и сразу кинул Это все Это край Я такое просто Не ожидал Мечтал конечно найти Хотел очень Ну я думал Это вообще редко Потому что я здесь Поспрашивал у друзей Очень-очень редко Находят такие вещи Ну блин Даже хотел купить Я говорю что Вот не знаю Насколько он целый Сейчас вам покажу Вы просто сами В шоке будете Ох Таких крупных Я даже на фото Не видел Сейчас покажу Ну я думаю Не ошибся Это Подвеска Топорик Смотрите какая Здоровая Я таких Я таких даже И не видел Больших Ну здесь вот с утра Я так понимаю Чуть-чуть Ух ты Смотрите Ну просто Бомба Ой Сейчас вот Тихонечко щёточкой Почищу Чтоб лучше было видно И вам покажу Это все Топор Можно рубить Ну вот посмотрите Насколько он огромен И вот здесь Рисунки Какие-то узоры Красота Смотрите Всё целенькое Только вот Низ я не знаю Он так и должен быть Или утра такая Вообще классно Вот это Вообще вещь Я вам скажу Первый раз Нахожу такое Вот сделаю Как-нибудь обзор на него Вообще классно Эх Аж руки трясутся Давно я не подумал Таких ништяков Класс Ещё Ещё одна Зачётная находочка Сегодня Вообще балдею Сегодня Вот Смотрите Я даже сначала И не понял Сейчас камеру Оп Смотрите Видно Не видно Не знаю Оп Даже с комочком Сейчас подвину И вам покажу Ничего не напоминает Буквально Сколько там Час прошло Чуть больше может Нашёл большой топор И вот поменьше Ещё один Это всё Понимаете Это всё Это сегодня День просто А этот вообще целый Да он и тот целый Я думал Это вот здесь вот У них поломано А это оказывается Так заканчивается Вообще Классы узоры Сейчас я вам на телефон Покажу Там лучше видно будет Вообще Крутяк Ох Класс Да Друзья Вот смотрите Это просто Руки колбасит Целенький В идеале Вообще Классный Зачётный Вот и Ушко даже есть Вообще Классный Целенький С узорчиками Ох Ха-ха-ха Желаю вам Всем найти То что Хочете найти Я вот это Очень мечтал найти Хотя бы один И вот В один день Сразу два Крутяк Я просто Вообще Не знаю даже Что сказать Ой Шикардос Пацаны И чисто Случайно Зацепили на таком Лужке Кладуху Не знаю еще что За монеты То бишь и рубли здесь И французские большие монеты Вот сколько ямок Только вот пошло Монеты вообще Так что Отключаюсь Итог потом покажем Вообще класс Тут сто пудово где-то глубоко Так вот еще один сигнал Валика Вот Ямки роем Бомбим Уже не знаю сколько там монет Есть мелкие Есть крупные Есть Смотри Вот она торчит Вот она здоровая какая Есть Вообще Екатерина Вообще класс Это просто Это просто так вот наш шурф там закончился закидали дерн плохо ровнять ямку закидали вот такой выхлоп здесь и рубли вот такие 18 год 17 по моему тоже вот это интересная французская мы так данная руси что там не знаю 1781 вот так вот в рыве ники полуполтинники были на 15 или двадцатка меди троху попалась и вот такой кошель удачно вообще место ни о чем так пробежали ждали рычки и зацепили случайно так еще один сигнал думали уже все все собрали как бы сфоткали но вот еще сигнал может может и да может и гильза есть что-то есть звонкая такое на что-то какой пин ну яма как на слете вырываться нет ничего копай сигнал четки закопает это счет у нас мелкие чешую что ли достал пин ну вот 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 но это рубль этот с надписью который государств класс сегодня валик увезет опять серебро но только уже выкл и говорит затемнеет фокусируется плохо монетка в сохране троячок может кладу х будет трояк не это шесток 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 тысяча пятьсот шестьдесят восьмой сохран не трояк лишь 3 римская а там ну зачем там по размеру как трояк вот как мои были склады не это вишу написано к в и наверно не целый кита